привет народ в общем вот так камера моя выглядит вот так вот она упала у меня со штатива короче скручивался штатива и привык что там витка 34 обычно накручена да короче 1 2 виток и она падает у меня короче вот так бахнул камеру ну и последствия вот так вот шторка не закрывается соответственно помещение у меня здесь постоянно вот смотрите давайте сразу покажу у меня вот эта штучка сломалась ну и сделал фотку шумал при довольно таки скажем так не жестком обращение или бережном обращение с камерой сломалась и тут понеслось что кто-то вот там вот народ увидел пыль то есть люди считают что если помещение пыль это обязательно короче ты жестко обращался с камерой с камерой обращался не жесткая просто вот эту крышку открываю в день три-четыре раза понимаете на подзарядку что-то снимаю на подзарядку что-то снимаю то есть камера рабочая поэтому поэтому открывается закрывается вот этот задний отсек постоянно люди пишут что русик у меня три года камере полет нормально сколько ты раз открываешь занятий раз в месяц а я каждый день по три-четыре раза вот и вся разница а то что там пыль так у меня в помещении пыль поэтому когда она стоит на зарядке и я что-то точу еще что-то не снимаю видео то туда назад залетает пыль когда я снимаю на камеру что-то да то я крышечку стараюсь закрывать собственно вот для того чтобы пыль не летела когда камера стоит на зарядке чтобы я каждый раз не протирал объектив перед тем как включить камеру мы сейчас не знаю то ли починим то ли то ли сломаем окончательно у меня что-то с горлом пишет постоянно не знаю что с ним стало но в общем поехали ищем самую маленькую отвертку и будем разбирать так аккумулятор снимем здесь как я не знаю как она разбирается если честно я на ремонт отдавал ее димки димка мне и разбирал и чинил но вот здесь что-то видите короче беда печаль беда вот с этим ободочкам нужно на него нам добраться я не знаю как она разбирается поэтому будем будем разбирать все давайте . сюда поставим болтик 1 надо что-то там поправить это думаю ну проблема скорее всего механическая чисто потому что он понимает аппарат на тут ничего не может какая-то там сломаться кнопка еще что-то то есть механическая просто что-то не дает экранчику этому или шторки этой подвинуться вверх так здесь у нас еще вот так вот за ну и все и слезал прикиньте давайте побольше до другого так набор был пинцет набор пинцетов набор пинцетов так так вот так вроде как все все болтики вроде как раскрутили еще два вот здесь вот есть контакт есть контакт так вроде как все так 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 как теперь куда теперь что теперь я не знаю как теперь это все где-то где-то что нужно как-то на защелках что любви я думаю да короче народ не повторяйте за мной это неправильно в корне ну а что делать я просто знаю что димка мне и починил бы если бы ему отдал я но это будет не быстро это будет не быстро димону камеру если я дам то он ее разберет и починить все но просто когда это будет я без камеры не могу мне нужна рабочая камера чтобы было слушать и как-то тут все так 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 и шо теперь тут вот видите есть так теперь что здесь у нас мешает где-то что-то нам мешает знать бы еще как оно должно быть и шо не так здесь в общем ладно давайте открутим здесь есть еще такая штучка экранчик здесь еще есть так это кранчиком отдельно положу винтики но такие удобно и вообще мелкие винтики крутить вот этой штукой вообще нормалек так короче походу что я понял что вот мне кажется шоу видите да вот эта штучка сейчас попытаюсь показать я просто ловлю в камеру видите да вот эта штучка там упирается мне кажется шоу должна быть мне почему-то кажется шоу должно быть ну-ка все все да ура вот видите как это должно быть ура вот теперь не держится а теперь не держится ну вроде как если аккумулятор поставим нужно вроде как держится ну-ка давайте раз нет карты но это хорошо все работает все теперь будет туда попадать не будет да короче уронил я ее здорово уронил я здорово ну в общем это тоже неправильно никогда так не делайте но я подбухтую просто вы видите да вот эту часть то есть мы натяну вот руками под рифтую скажем так все никогда не повторяйте это опасно все теперь закрывается потому что она постоянно видите он там уже есть вот с этой стороны какой-то мусор и каждый раз когда я вот камеру ставлю на зарядку она ставится с открытым окошком с открытым объективом я что-то где-то делаю пилю точу и у меня это все туда летит это очень не полезно и каждый раз я начинаю тереть беру специальную тряпочку брызгую и на кино начинают тереть объективно что было пару раз не протер какой-то мусор был на объективе и всю дорогу короче фокус он пытался поймать пытается ухватиться но вот мусор который мешает он пытается сквозь него сфокусировал короче это это ужас вот сейчас все нормально так сейчас мы ставим эту штуку на место аккумулятор лучше все-таки снять я думаю вот эту штуку на место и два болтика у нас здесь было да винтика так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так здесь видите кранчик все четенько так раз два 4 вов все стало на место так теперь иди сюда болтик болтик нам нужно сейчас мы его намагните саму отверточку раз вот такая штучка из комплекте намагничаем и болтик сейчас должен примагнититься раз есть есть два да если бы у этой отвертки еще и регулировались обороты то есть когда нажимаешь легонечко она поняли вода крутилась медленнее а потом при дожатии кнопки крутилась быстрее это было вообще он так проверяем все замечательно все работает все на то короче постоянно пыль постоянно так-так-так как теперь это сюда это это сюда все короче постоянно пыль и грязь и постоянно перед каждой съемкой перед тем как включить камеру ты протираешь и шоркаешь объектива шоркать объектив как понимаете крайне нежелательно поэтому было принято решение непростое для меня ну как бы я не люблю вообще лезть туда куда я вот не знаю и могу что-то сломать я считаю что каждый должен заниматься своей работой если ты электронщик то пожалуйста ремонтирует технику если ты сапожник то пожалуйста ремонтирую ботинки так а вот здесь я не помню наверное все таки длинные болты были у нас здесь да да потому что последовательность нужно вспоминать разборки вот это тут вот это кто-то вот это там до три штучки да короче вот так вот раз вот так вот два да ну отверточка крути справляется справляется удобно но просто что сразу она дает высокие обороты сразу на максималке крути то есть не регулируется оборотами ну-ка все правильно думаю чтобы не вылезла бодриный был что-то такой прям так еще что здесь у нас было а вот здесь вот так и этот болтик чипс и сюда дотянуть мы можем уже по руками вот так замечательно еще что у нас осталось раз два три 434 все верно даже запчастей не осталось лишним представляете обычно обычно у меня либо не хватает либо остаются лишние запчасти усилие дотяжки прям чётенько то есть она прямо ну не срывает прям чтобы сорвать резву знаете а прям тяните зажалось и все и стало нормально вообще ну я так понимаю что это просто сложно сделать что прям на такой отвертки с таким небольшим габаритом и был еще понятен да типа реастата то есть можно было и хода то нету видеть это кнопка нажимается вот и все и сразу работает а если был еще ход какой-то но это во первых я думаю что эта цена была заоблачная уже даже если это можно было бы организовать физически это был бы ценник раз во вторых это было бы сложно но было бы классно знаете если мы шуруповерки кнопку нажимаешь обороты потихоньку вырастают и стремятся дальше уже больше так так давайте мы форматнем карточку есть так теперь давайте мы объектив протрем не в последний раз хотел сказать про трем последний раз и больше дуралась не будем есть мелкий такой знаете вот пыльца садится мелкий мусор такое то что в воздухе летает и вот иногда она пытается через него сквозь него сфокусироваться бедная камера мне жалко она не понимаешь от нее хотят ей подносят какие-то предметы она фокуситься на чем-то другом поэтому вход все теперь мы смотрите раз так и все и пыль туда больше не папа да я вот теперь все правильно вот теперь нормально ну и давайте посмотрим все все ли у нас работает камера мотор вот видите вот так вот выглядит мой рабочий стол одна камера вторая камера ну и я поставил видите да камеру сверху gopro потому как обычно там вот эта камера стоит и вот так вот она смотрит вниз в принципе народ вот такой вот был у нас сегодня ремонт камеры на сегодня все давайте пока пока увидимся и и и